Добрый вечер! В прямом эфире программа «Татарстан без коррупции». В рамках реализации стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан указом президента республики в 2006 году образован Республиканский совет по реализации антикоррупционной политики. С 2011 года это уже совет при президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции. С 2015 года комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан. Постоянно действующий координационный орган при президенте Республики Татарстан. Круг поднимаемых вопросов достаточно широк. Это и вопросы зачисления детей в детский сад, получения хорошего образования в школе, в УЗИ, качества медицинских и социальных услуг. В службе в армии и многие другие вопросы заслуживают особого внимания такая тема, как банкротство предприятий и вместе с тем деятельность так называемых фирм-однодневок, для которых банкротство – способ извлечения прибыли. Как пресечь деятельность фирмы-однодневки, а также повысить эффективность процедур, применяемых в делах о несостоятельности, обсудим вместе с гостями в студии. С нами сегодня Иван Николаевич Гучин, заместитель начальника управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. – Добрый вечер. – Добрый вечер. Марат Адипович Софиулина, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан. – Добрый вечер, Исамис. – Добрый вечер. Любовь Анатольевна Кочемасова, заместитель председателя арбитражного суда Республики Татарстан. – Добрый вечер. – Добрый вечер. Иван Николаевич, вот уже не первый раз в нашей программе поднимаем тему деятельности фирм-однодневок и вопросы, которые связаны именно с этим. Скажите, пожалуйста, насколько актуальна по-прежнему эта тема? – Ну, для нас актуально все экономическое благосостояние Республики. И вот банкротство и деятельность фирмы «Данево» как раз влияют на экономическую составляющую пополнения бюджета Республики Татарстан. Если, допустим, взять банкротство, то сегодня очень важно говорить о своевременном выявлении причин банкротства крупных социально значимых предприятий Республики. Ну и вообще банкротство и фирмы «Даневки» – тема пересекающая, и сегодня действительно эта тема актуальна. И актуально говорить о, в первую очередь, согласованных действиях всех контролирующих, контрольно-надзорных органов. – Спасибо. Марат Адимович, три года назад на очередном совете при президенте Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики поднимались вопросы фирмы «Даневок». По прошествии времени, на ваш взгляд, насколько эффективны решения совета относительно этой темы? – Да, три года назад была определенная проблема с вопросами организации регистрации миграции наукоплательщиков, регистрации их в наших ЕГРУЛ, информресурсах. Но хотел бы отметить, что эта проблема была в целом по России, и, к сожалению, она не обошла и Татарстан. – Могу сказать, что за три года ситуация значительно изменилась. Очень серьезные законодательные изменения, значит, поправки в 129-й федеральный закон о регистрации внесены, которые дают нам серьезные полномочия и серьезные основания для отказа в регистрации. В первую очередь, если мы видим, что в поданных документах есть недостоверенные сведения, которые у нас уже содержатся в ЕГРУЛ, то мы имеем право в отказе в регистрации данного предприятия. Если мы видим, что физическое лицо регистрируется во вновь создаваемое предприятие в качестве учредителя или в качестве директора, то, естественно, тоже в рамках внесенного 67-го ФСФ в 129-й закон о регистрации мы тоже имеем право для отказа. Ну и, помимо всего прочего, мы за три года очень существенно и сами детально контролируем эту ситуацию. Могу сказать, что у нас сегодня очень серьезные информресурсы, в которых содержат информация о практически всех физических лицах, юридических лицах, которые до этого у нас регистрировались. Могу сказать, что если регистрируется предприятие, у нас есть определенные такие информресурсы, как массовый учредитель, массовый адрес, массовый руководитель. Если, допустим, фамилия уже сверкала в этих наших информсурсах, то, конечно, это пристальный объект для нашего внимания. И мы видим, что данная регистрация носит, в первую очередь, характер фирмы-однодневки, а не осуществление реальных финансо-хозяйственных деятельностей. Ну и также серьезный вопрос. Три года назад у нас был вопрос, связанный с миграцией. Касался он, еще раз повторюсь, в целом нашей страны. Ну и могу сказать, что сегодня тоже очень серьезный блок вопросов мы с этим осуществляем, делаем. Могу сказать, что мы считаем, что вот спустя три года нам практически удалось остановить вот этот процесс незаконной миграции путем присоединения, путем реорганизации и присоединения фирм. Могу сказать, что если три года назад у нас регистрировалось порядка трех тысяч фирм, то сегодня это реально, кто реорганизуется просто путем присоединения. То есть мы видим, что это в рамках реальной финансо-хозяйственной деятельности. Ну и хотел бы здесь вот, Львов Анатольевна, присутствовать и поблагодарить суд. То, что суд очень детально рассматривает каждую ситуацию, каждый прецедент. Вот по вопросам регистрации могу сказать, что суд, принимая внимание, что данная операция носит в первую очередь уход от налогов путем присоединения, путем в рамках миграции, то, конечно, принимает позицию налогового органа. Могу сказать, что из где-то порядка 80% всех вопросов, связанных по регистрации, суд занимает нашу позицию, ну, благодаря, наверное, и достаточно нашей доказательной базе по этому вопросу. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, рассказывайте нам свои истории. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы будет работать электронное голосование. Тема интерактива сегодня – банкротство предприятия. Что это? На которую предложены три варианта ответа. Может быть, у вас есть свой вариант ответа? Озвучьте его в прямом эфире. В конце программы подведем итоги. Иван Николаевич, как вы считаете, который вариант сегодня из трех представленных наберет наибольшее число голосов? Ну, интересные ответы. Наверное, все-таки первый вариант, думаю, будет превалировать. Спасибо. Давайте все-таки разберем, какие причины могут привести предприятие к банкротству? Марат Адипович. Ну, здесь бы я разделил причины на три основные группы. Но первая причина, наверное, связана с экономической ситуацией, с недобросовестностью контрагентов при заключении сделок. Значит, она зависит от экономической ситуации. Ну, если, например, взять, выполнил заказ, значит, в силу тех или иных причин из экономической ситуации твой контрагент не смог тебе заплатить заказные услуги или поставленный товар, то, естественно, значит, предприятие с лошаражей находится в сложной финансовой ситуации. И это уже первые признаки будущего банкротства. Второе, конечно, мы бы связали к группе. Это неэффективный менеджмент. И есть такое тоже бывает, когда, значит, к сожалению, определенный менеджмент ведет предприятие к инициированию в дальнейшем процедуры неистоятельности. Ну и третья, очень важная группа, к которой мы принципиально всегда относимся, это так называемое ложное банкротство. Это когда системно и логично, осуществляя свои действия, значит, руководство предприятия ведет свое предприятие к банкротству, имея главную цель, значит, не рассчитаться с кредиторами, не заплатить налоги и путем банкротства выйти из этой ситуации. Сокрыть имущество, сокрыть прибыль, сокрыть любви у нас. Хорошо. Любовь Анатольевна, число заявлений о банкротстве предприятий за последние, скажем так, 2-3 года, на ваш взгляд, они выросли или увеличились, или уменьшились? И если увеличить, то чем это вызвано, на ваш взгляд? За последние несколько лет, нужно сказать, что вообще количество дел, рассматривших в арбитражном суде, значительно выросло. Это связано прежде всего с той экономической обстановкой, которая у нас и в стране, и в нашей республике. Количество дел, связанных с банкротством предприятий, также существенно выросло. И на сегодня могу даже привести такую интересную цифру, что вот поступают дела в 2017 году, это уже были более 1100 дел. Это вызывает серьезную нагрузку на судей, потому что дела, которые здесь у нас рассматриваются в арбитражном суде, представляют особую сложность и требуют особенно тщательной подготовки к рассмотрению таких дел. И очень затратно по рассмотрению. Спасибо. Судебная практика показывает, что получив расширенные полномочия, налоговые органы ужесточили методы в отношении компании, уклоняющихся от уплаты налогов. И многие бизнесмены, рассуждая с сольюфировую, с ней проблемы я активы переведу на новую или перепишу все на жену, а себя признаю банкротом, в итоге могут получить от государства претензии на миллионы рублей. Марат Адипович, чем на самом деле может обернуться налоговое укоснительство? Ну, в первую очередь я бы хотел предостеречь от таких действий наших уважаемых наукоплательщиков, потому что сегодня, значит, за последнее время, вот последние 8 лет федеральные законы о несостоятельности внесены очень серьезные изменения. Значит, мы внимательно анализируем каждую ситуацию и могу сказать, что в любом случае, значит, в рамках, если мы видим, что имущество, значит, преднамеренно выведено, то есть, конечный бенефициар, значит, понесет ответственность организаторах действий. Кроме того, значит, мы прекрасно знаем, что есть данные действия подпадают под уголовный кодекс, есть статьи 195-я, преднамеренный банкрот, да, буквально, по-моему, там, значит, 196-я, да, значит, 198-я, значит, уклонение от уплаты налогов 199-й, поэтому, значит, мы считаем, что в данной ситуации лучше этим не заниматься. Судя по количеству компаний-однодневок, спрос на их услуги высок и пользуются даже, не подозревая об этом, не напрямую, конечно, через цепочку контрагентов, то есть, выходит самая понятная и проверенная схема налоговой оптимизации, то есть, однодневки, то есть, получается, никогда не подведут. Так, Марат Адипович? Ну, я бы так и не сказал, потому что сегодня налогоорган обладает, еще раз скажу, очень серьезными программными продукциями, в частности, АСК НДС-2, где каждый контрагент, значит, в совершении своих хозяйственных операций у нас анализируется. НДС-2 позволяет нам сопоставить все книги покупок и продаж по НДС, значит, в отношении, по цепочке, значит, прохождения данной операции. Поэтому говорить о том, что сегодня, значит, однодневками пользоваться достаточно просто, удобно и легко, значит, и тем самым скрывать налогооблагаемую базу, я бы так не сказал. Практически мы однозначно можем сказать, что даже в автоматизированном режиме мы обязательно выйдем на проверку, на выездную, если камерально не сможем доказать то, что данная сделка носит фиктивный характер. Ну и бенефицар, организатор всей этой сделки, однозначно понесет ответственность, еще раз приближусь, не только в рамках Налогового кодекса и Административного кодекса России, но и, возможно, и в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это все делается для безопасности, опять же, так же? Да. Так ведь? Каким образом проверяется каждая сделка? Ну, еще раз повторюсь, значит, сегодня, значит, проверка каждой сделки у нас проходит в автодизированном режиме, благодаря, значит, новому программному продукту АСК НДС-2, где сопоставляются все цифры в книге покупок и продаж. После этого, значит, проводится анализ, значит, нашими камеральными отделами, которые определяют, значит, главного бенефицара и организатора этой сделки. Естественно, после этого, значит, налогоорган проводит действия по доначислению, значит, это организатору их действий, сумм налогов, которые были проведены вот так называемой фирмой-однодневкой. Более того, могу сказать, что в июле, по-моему, текущего года, да, введены изменения 54-й статью Налогового кодекса, значит, это связано с тем, что руководитель предприятия, осуществляя сделку, должен понимать, нести гражданскую ответственность, что он является, значит, и контрагент его является реальным, что он реально окажет ему услуги, и что эта сделка не носит фиктивный характер. Вы сказали, что это какая-то особая программа, да, сейчас существует? Да, да. Которая позволяет выслетить всю цепочку контрагентов, так ведь? Да. Так. В чем зло фирмы-однодневки для экономики республики? Ну, в первую очередь, хотел бы сказать, что это теневая экономика со всеми вытекающими отсюда последствиями. В первую очередь, это снижение поступлений в бюджетную систему на территорию Фактарстан. Это, как следствие, в дальнейшем снижение наших социальных и экономических программ. То, что касается физических работников этих предприятий, могу сказать, что, к сожалению, это не уплата страховых сносов в небюджетные государственные фонды, это начисление пенсий, ну, и в конечном итоге это уголовные действия, если, значит, они происходят. Вы сказали, что действительно недоплачивают выплаты серых зарплат. Вот насколько она увеличилась по сравнению, скажем, за прошлый период, за прошлый год? Ну, я бы не сказал, что она увеличилась. Значит, эта работа является одной из основных в рамках нашего налогового контроля. Могу сказать, что регулярно, еженедельно у нас проходят во всех районах республики комиссии с участием правоохранительных органов, где анализируются предприятия и приглашаются, которые по виду своей деятельности имеют зарплату ниже, чем по АКВЭДу, то есть по экономической деятельности аналогичного вида. Ну, и могу сказать, что за истекшие вот 10 месяцев проведено порядка, приглашено около 2000 предприятий, все они уточнились по зарплате до среднеэкономической по деятельности. Ну, сумма до начисления такая большая, около 8 миллионов рублей. Считаю, что в целом эта работа у нас организована, системная. Ну, и еще раз хотел бы предостеречь, в первую очередь, тех граждан, которые получают зарплату в конверте, что это грозит для них серьезными социальными последствиями, в первую очередь, выплаты пенсий, социальных пособий. Поэтому, если есть такие факты, просьба о них сообщать налогоорганы по месту налогового учета. Марат Адиньевич, какие налоги теряет бюджет? Да, мы считаем, что налоги теряются достаточно серьезные, и речь идет о десятках, а может быть, даже сотнях миллионов рублей. Ну, еще раз повторюсь, что это зарплата в конвертах, это основная из приоритетов контроля в рамках работы налогового в нашей республике. Спасибо. Стремление предпринимателя оптимизировать налоговые платежи вполне понятны и оправданы, если при этом не нарушается закон. Правоохранители также отмечают, что услуги фирм-однодневок в числе достаточно дерзких способов уклонения от налогов. По телефону на связи с нашей студией начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по республике Татарстан, МВД по республике Татарстан, Ренат Акчурин, Ренат Касимович, добрый вечер. Добрый вечер. Ренат Касимович, какой ущерб бюджету государства от действий фирм-однодневок и какие крупные резонансные дела были выявлены правоохранительными органами республики? На сегодняшний день по итогам 10 месяцев с отройки Министерства внутренних дел по республике Татарстан по линии налоговых преступлений было выявлено 51 преступление. Налоговое направление сумма причиненного материального ущерба по оконченным расследованиям уголовным делам составила 492 миллиона рублей. Яркими примерами здесь могут быть уголовные дела в отношении директора одной из фирм, который осуществляет деятельность по подготовке строительных участков путем внесения недостоверных сведений в налоговые декларации по земельному налогу уклонился от уплаты данного налога за 15 год в сумме свыше 27 миллионов рублей. Это является особо крупным размером. Уголовное дело направлено в суд, при этом наложено арестное имущество, земельные участки, объекты недвижимости. И в общей сложности сумма ущерба будет погашена. 17 декабря этого года в Ахидском районе, в судном городе Казани, вынести преступные группы по факту осуществления незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств. Общая сумма обналиченных денежных средств составила 1 миллиард 600 миллионов рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода за 4 года составила более 48 миллионов рублей. Пяти членов преступной группы в Ахидске суд вынес наказание в общей сумме 11 лет лишения свободы колонии общего режима. И хочется сказать, что особенностью данного преступления, данного уголовного дела, являлось обналичивание членов преступной группы через пластиковые карты. То есть они были оформлены более чем на 400 человек. В ходе расследования данного дела было установлено, что граждане даже и не знали об оформлении на свое имя таких пластиковых карт. Спасибо. И подтверждение сказанного видеоматериала пресс-службы Министерства внутренних дел при сфольке Татарстан. Внимание на экран. Двое жителей Казани создали организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов. Более пяти злоумышленников занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам. Оперативники установили, что двое организаторов склонили к осуществлению операций по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц без лицензии Банка России. Согласно схеме незаконно-банковской деятельности, клиенты и юридические лица в целях незаконного вывода денежных средств в наличный оборот перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета, подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые в дальнейшем переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковая карта и выводились в наличный оборот. Предполагаемый доход составил 70 миллионов рублей. В результате обысков у подозреваемых сотрудники полиции изъяли черновые записи, пластиковые банковские карты, телефоны, планшеты, также более 15-ти печати подконтрольных фирм, деньги на сумму более 7 миллионов рублей, договоры, компьютер для осуществления расчетов по системе банк-клиент, мобильный телефон и другую оргтехнику, используемую при совершении указанных выше действий. Житель набережных Челнов создал преступное сообщество для обналичивания денежных средств клиентов. Все роли в этой преступной группе были четко распределены. Подозреваемый создал 4 самостоятельные группы, участники, каждая из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, а также осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками этой группы. Взаимодействие между этими группами осуществляли 3 человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, готовили первичные бухгалтерские документы, которые обосновывали взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами. Кроме того, 8 человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам. В общей сложности они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества и транспортные средства, и деньги. Было возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это организация преступного сообщества или участие в нем. Также по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная банковская деятельность. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, это лишение свободы на срок до 20 лет. Марат Адипович, при обнаружении в цепочке хотя бы одной фирмы-однодневки в предоставлении вычета по НДС может быть отказано всем звеньям, в том числе и добросовестным? Нет, конечно же. Могу сказать, что еще раз повторюсь, мы анализируем всю цепочку контрагентов и в конечном итоге предъявляем налогоначлению только организатору и не певицару этой сделки. Компании, при проверке декларации которых установлена связь с фирмами-однодневками, они попадают под особый контроль налоговых органов? Ну, конечно, еще раз повторюсь, у нас функционирует и действует новый программный продукт, АСК МДС-2, который сохраняет информацию о во всех сделках, которые произведены. Поэтому если мы считаем, что в цепочке существует однодневка, мы, еще раз повторюсь, сразу начинаем анализировать организатора и не певицара этой сделки, и ему, наверное, придется ждать визита налоговый инспоруб в рамках выездной налоговой проверки. Как часто необходимо отчитываться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям? Ну, могу сказать, что сегодня налоговая система, вот по моему мнению, достаточно понятна. Могу сказать, что малый и средний бизнес, который у нас находится в основном на специальных режимах налогообложения, в частности, упрощенной системе налогообложения, единый сельхозналог, они представляют декларацию один раз в год по данным налогам. То, что касается налогоплательщиков, которые находятся на обычной системе налогообложения, то по налогу на прибыль, по НДС, по налогу на имущество организации налога декларации представляется ежеквартально. Если говорить о транспортном налоге и по налогу на землю, то декларация представляется один раз в год. Ну, есть налоги, по которым действует ежемесячное начление, это налог на добычу палетных ископаемых, значит, отчет представляется ежемесячным. С момента регистрации организации когда ждать визита налогового инспектора? Ну, еще раз повторюсь, все сделки, которые проводят, значит, все декларации, которые представляют налогоорганы, значит, анализируются налоговым камерами. Если мы видим, что налогоплательщик несет адекватную налоговую нагрузку, что в контрагентах нет фирм-однодневок, что у него он работает без убытков, что у него нет серой выплаты, выплаты зарплаты в конвертах, значит, у него хорошие вычеты по НДС, то тогда, конечно же, мы можем смело сказать, что, имея хорошую налогонагрузку, выездной налогопроверки у данного налогоплательщика не будет в течение длительного времени, значит, пока все критерии налоговой риска у него сохраняются. Естественно же, наоборот, если мы видим, что, значит, налогоплательщик имеет высокие вычеты по НДС, значит, платит маленькую зарплату, значит, работает с убытками, значит, то, естественно, значит, это данная организация в автонизированном режиме подождает нас в зону особого внимания и визит к ним в рамках выездной налогопроверки, конечно же, более реален. Вот по поводу проверок. На сайте Федеральной налоговой службы разобещены 12 общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков попадания в план выездных налоговых проверок. Он, кстати, утвержден приказом Федеральной налоговой службы России. Среди них это недостаточная налоговая нагрузка, низкая рентабельность, убыточность. Многие компании настолько рьяно стараются не выходить за установленные показатели, что даже рисуют дополнительную реализацию или, скажем так, не предъявляют законные вычеты, лишь бы втиснуться в безопасные рамки и не привлекать лишнее внимание. Марат Адипович, что же на самом деле показывает практика? Ну, вот как вы произнесли это слово, рисование... Рисуют, да. Это правда? Да, есть такие моменты, имеют место, но могу сказать, что данные рисования очень легко проверить. Еще раз повторю, что мы сегодня обладаем очень хорошими информересурсами, очень хорошими программными продуктами, и те декларации, которые представляет нам налогоплательщик, легко сопоставляются с его финансово-хозяйственной деятельностью, с его контрагентами, и если есть факты рисования, то однозначно они попадут у нас под внимание, и к данному налогоплательщику будет правильно, пристально с нашей стороны внимание в рамках камеральной проверки. Если камеральной проверки будет недостаточно, то, естественно, данная организация будет включена на выездную налогопроверку. Вы уже говорили о зоне риска, хочу еще раз напомнить, в каких случаях налоговый инспектор неожиданно может появиться с проверкой? Еще раз повторюсь, что все декларации камерально мы смотрим. Сегодня внесены изменения в налоговый кодекс, мы можем и в рамках камеральной проверки выйти на осмотр помещения, или, допустим, если речь идет о первой декларации о возмещении НДС в данной ситуации. Но если мы считаем, что путем аналитики мы пришли к тому, что здесь в данной организации проходит определенная налоговая оптимизация, то, естественно, данная организация будет полностью проанализирована и включена в выездную налоговую проверку. Причиной для проверки может быть налоговая оптимизация, на ваш взгляд? А так что еще? Да, вот те критерии, о которых вы говорили, они у нас на сайте обубликованы, 12 критерий налогового риска, то есть мы исходим из них. Если есть критерии налогового риска, то, естественно, данная организация будет очень серьезно анализироваться для включения ее в выездную налоговую проверку. Марат Атеевич, правда ли, если менять юридическое лицо каждые три года, выездная налоговая проверка не грозит? И в налоговом кодексе есть ли такие ограничения, скажем так, относительно проверок организаций, индивидуальных предпринимателей, работающих менее трех лет? Ну, нет, конечно, такого нет. Налоговый кодекс никаких в данной ситуации ограничений не вводит. Единственное, могу сказать, что налоговый кодекс ограничивает проведение проверки в одного и того же налогоплательщика по этим же налогам за один и тот же налоговый период. Если мы видим, что организация только зарегистрировалась, работает год, и уже появились критерии налогового риска, то независимо там не раз в три года, а в этот же год, на следующий год, мы можем предыдущий год до выхода на проверку однозначно проверить. У нас бывает иногда и зачастую, что мы проверяем ежегодно организации, которые подпадают у нас, к сожалению, под критерии налогового риска. И если же наоборот, еще раз повторюсь, мы видим, что налогоплательщик имеет хорошую налогонагрузку, он может не беспокоиться, налоговый орган к нему, с вездной налоговой проверки не придет. 5-10 лет, если это организация, которую мы не проверяем. 15 лет. Многие считают, что сменив местонахождение организации либо место жительства индивидуального предпринимателя, можно уйти от налоговой проверки или уплаты налогов. Вот, Марат Азипович, это так? Уехал в Самару, уехал в Тольятти? Абсолютно это не так. Могу сказать, сегодня у нас один информоресурс. Значит, мы работаем от Сахалина до Калининграда в едином информоресурсе, и поэтому при миграции налогоплательщика из Татарстана в любой другой регион, никак не приведет к тому, что у него не будет налоговой проверки. Если он, значит, подпадает под критерии налогового риска, все материалы, которые собраны налоговым органом по прежнему месту учета налогоплательщика, будут собраны, проанализированы и предоставлены в налоговый орган по месту нового налогового учета. И однозначно там также инспектора проанализируют и выдадут ему на проверку уже просто, значит, если вы пример привели, вот давай в Самаре. Спасибо. 570, 50, 75, телефон прямого эфира на протяжении всей программы у нас работает электронное голосование. Главная тема сегодняшнего эфира банкротство предприятий. Что это? На ваш взгляд, три варианта ответа лидирует. Я смотрю, третий вариант. Крахово спасение 37% голосует именно за третий вариант. Посмотрим, как изменится наш интерактив в конце программы. Как показывает налоговая практика, доначисления по итогам выездных проверок оказываются значительными и исчисляются, если не миллионами, то несколькими сотнями тысяч рублей. Расстаться с такими суммами и вывести их из хозяйственного оборота бывает непросто. Поэтому собственники часто идут на различные хитрости, стараются избавиться от фирмы, оставить ее без имущества, а казну без доначисленного. Одна из типичных схем – заморозить компанию и перевести в силу деятельность, другую фирму, в своей группе. Более продвинутый вариант, конечно же, на новое юридическое лицо. Марат Адипович, такой подход спасает? Нет, такой подход не спасает. Всю соответствующую работу налогоорганы проводят. Если налогоплательщик решил по тем или иным причинам заморозить свою компанию, ликвидировать или инициировать процедуру несостоятельности, то в любом случае все сделки, которые были сделаны до преднамеренных своих действий в рамках ликвидации или банкротства, налоговые органы будут проанализированы. В рамках 45-й статьи налогового кодекса мы будем инициировать работу по субсидиарной ответственности тех лиц, на кого переведено имущество, на бенефициаров. Ну и в взаимодействии с судом отстаивать наше право по уплате всех тех сумм, которые он попытался скрыть, налогов в бюджет. То есть это уголовно наказуемое деяние? Безусловно, это еще и уголовно наказуемое деяние. 570-50-75, телефон прямого эфира. Мы ждем ваши телефонные звонки. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Еще один распространенный вариант выхода из сложных ситуаций – ликвидировать накопившиеся налоговые риски компанию. То есть по известному принципу «нет человека, нет проблемы». Так ли просто ликвидировать законным путем компанию с сомнительным налоговым прошлым, тем более с выявленными долгами перед бюджетом? А что же на самом деле обычно предлагают многочисленные сомнительные быстроликвидаторы, объявления которых весят на каждом столбе, Марат Адипович? Ликвидировать фирму за сутки. Я бы, конечно, никак не рекомендовал нашим аналогоплательщикам обращать внимание на рекламные, как вы говорите, на каждом столбе вещащие объявления по поводу быстрой ликвидации фирм. Могу сказать, что еще раз, значит, все действия, которые будут предложены ликвидаторами, значит, в рамках тех действий, которые они предлагают, нами будут оспорены. И просто так, значит, ликвидировать предприятие сегодня, даже в рамках действующего эконодательства, непросто, по-моему, три месяца, как минимум, да? Ну да, процедуру. Ликвидационный период, и поэтому все действия, которые налоговый орган в рамках налогового администрирования и налогового контроля будут предприятия, налоговый орган будет применять. И думаю, что просто так ликвидировать фирму, как они говорят, там, без проблем и, значит, с долгами не получится. То есть задумайтесь, так ведь? Любовь Анатольевна, что показывает практика? В принципе, три месяца, как минимум, ликвидируется фирма. Во всяком случае, этот процесс очень небыстрый. Сами процессуальные вопросы, которые разрешаются при ликвидации фирмы, прежде всего решаются в налоговом органе. А если возникают какие-либо спорные вопросы, то стороны идут в суд. Как налоговый орган, который осуществляет регистрацию действий по ликвидации, так и та сторона, которая захотела ликвидироваться. Потому что в этот период возникает очень много споров. И в том числе бывают споры, когда обнаруживается какой-то кредитор, который недоволен процессом ликвидации, и он также все может оспорить в суде. Поэтому процесс сказать, что за два дня вы сможете ликвидировать фирму, особенно с долгами, никогда не получится. Иван Николаевич, деятельность контор, так и хочется сказать, контор, которые обещают зарегистрировать, ликвидировать предприятие за два дня, вот кто-нибудь контролирует, отслеживает, выявляет, наказывает? Ну, естественно, и налоговой службы, и правоохранительные органы, и действительно, вы сказали, на столбе, я еще хотел добавить, еще и сейчас на стеклах автомобилей клеют наклейки, чтобы быстрая ликвидация. То есть, действительно, в рамках закона это все осуществляется. То есть, вы заплатите за отсутствие головной боли, но не... Не за решение проблемы, так быть? Не за решение проблемы там будет однозначно в рамках закона. Поэтому контроль должен быть, контроль есть, и сегодня с этим злом надо бороться, потому что вывод денег, уход от налогов, это очень такая важная составляющая. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, рассказывайте нам свою историю. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Тема интерактива сегодня – банкротство предприятий. Что это? На которую предложены три варианта ответа. Может быть, у вас есть свой вариант ответа? Озвучите его в прямом эфире. В конце программы подведем итоги, но по-прежнему... А, нет, второй вариант у нас лидирует. Нет, нет, третий вариант. Нет, второй и третий разделили между собой почти одинаковые голоса. Если есть телефонный звонок, готовы принять. Многие собственники думают, что доля их ответственности ограничивается вкладом в уставной капитал. На то оно и общество с ограниченной ответственностью, что ответственность ограничена. А если у компании нет активов, нет взаимозависимых фирм, которые могут в сложной ситуации поделиться нажитым, казалось бы, можно не бояться, взыскивать-то нечего. Марат Адипович правильно думает? Нет, конечно же, это ошибочная позиция. Могу сказать, если они думают, что у предприятий нет активов, то активы есть у собственника или бенефициара, организатора этих действий. Поэтому в рамках изменения в действующее законодательство, особенно в процедурах нестоятельности, мы можем привлекать к субсидиарной ответственности именно организатора и бенефициара этих действий. И поэтому, если нет имущества у данной организации, то имущество есть у конечного бенефициара, и он понесет ответственность перед обществом своим личным имуществом. Спасибо. То есть сегодня не только директор несет ответственность за свои действия, но и совладелец-учредитель этой компании. То есть нет сейчас сегодня такого, что вот я учредил фирму, и директор отвечает. Сегодня учредитель несет те же риски в определенной степени, что и директор. Если где-то что-то идет, какая-то кривая схема. Спасибо. Широко распространена практика, когда компания, понимая, что расплатиться по налоговым долгам она не в состоянии, начинает спешно выводить имущество. Активы предприятия разлетаются в неизвестных направлениях. Искусственно накапливается задолженность. Задним числом заключается договор цессии и залога. Марат Адипович, и отвечать-то не придется? Так? Ну как уж не придется. Во-первых, я бы хотел сказать, что в рамках имеющейся задолженности налогового органа, в рамках налогового кодекса предусматривают все меры по взысканию данной задолженности. Это и приостановка расходных операций по счетам, это инкассовое распоряжение, это передача материалов в службу судебных приставов на арест имущества. И только после этого, мы, видя, что задолженность погасить не удается, инициируем наши действия о нестательстве данной организации. Ну и еще раз повторюсь, в рамках уже самой несостоятельности мы анализируем все сделки перед процедурой несостоятельности. В рамках собрания кредиторов ставим вопросы по возвращению всего имущества, если мы видим, что данные сделки были эффективными. И в любом случае, ответственность, вплоть до уголовной, вполне может быть однозначной. Любовь Анатольевна, а вы считаете, как вы считаете, в данном случае, что предпринимается со стороны контролирующих и надзорных органов? Во всяком случае, суд не является контролирующим органом, поэтому в суде рассматриваются только уже спорные ситуации, которые возникают в процессе даже банкротства. Когда налоговый орган приходит к выводу о том, что налогоплательщик уже не в состоянии оплатить какие-либо суммы налогов, он обращается в суд с заявлением о признании его банкротом. И вот уже здесь, на этой стадии, суд рассматривает все спорные вопросы. Поэтому это уже, сказать, неконтрольные функции, это уже карательное. Ну, отчасти, да. Чем, да? Сложно добавлю, Марат Адипович заговорил о несостоятельности. Действительно, вот когда уже процесс банкротства наступил, и здесь уже контролируют практически все кредиторы. То есть вся информация выкладывается в открытых источниках, каждая сделка контролируется, и любая там, продажа имущества. Отслеживается. Отслеживается. И, ну, практика показывает, что есть недобросовестные конкурсные управляющие, и правоохранительные органы и дела возбуждают периодически по фактам вывода имущества, потому что, ну, понятно. Но, тем не менее, вот практика показывает все-таки контроль уже, когда всесторонние, когда несколько десятков кредиторов контролируют. Они заинтересованы получить свои деньги от предприятия. Естественно, здесь очень, вероятность очень маленькая что-то вывести. Чем опасны схемы с фиктивным разводом, разделом имущества или перерегистрацией активов на близкого родственника? Узнаем чуть позже в нашей программе. Хочу напомнить, что сегодня мы в прямом эфире обсуждаем тему банкротства предприятий, говорим о фирмах-однодневках, для которых банкротство – способ извлечения прибыли. Присоединяйтесь к разговору в студии прямо сейчас. Телефон прямого эфира 570-50-75. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Результаты их можно также наблюдать. В нижней части экрана на данный момент у нас лидирует. Второй вариант ответа – искусственная мера. Посмотрим, насколько изменятся результаты в конце программы. Если есть телефонный звонок, мы готовы принять. Нет телефонного звонка. Многие предприниматели стараются скрыть свое владение бизнесом для того, чтобы уберечь личные имущества в случае претензий со стороны органов власти, партнеров, контрагентов. Механизм просто назначает руководителям доверенное лицо или вовсе номинала, а также поступают с учредителями. И юридически никого, никакого участия в собственном бизнесе в общем-то не принимают. Вот и получается, что я не я, лошадь не моя, я не извозчик. То есть получается в данном случае опять никто не виноват. И отвечать не придется. Ну как уж не придется. То есть опять же повторюсь, это ошибочное мнение. Отвечать все-таки придется. Сегодня очень серьезные изменения внесены в федеральный закон о несостоятельности. Поэтому налогу органу придется доказать о том, что конечный бенефициар по данной организации не подставное лицо, а реально собственник. И в данной ситуации, значит, субсидиальной ответственности и отвечать придется конкретному, кто занимался этой деятельностью, человеку. Спасибо. Кто такие арбитражные управляющие, Любовь Анатольевна? Какие у них функции, права и обязанности? Ну это вот как раз то самое процессуальное лицо, которое играет очень большую роль в самом процессе банкротства. Ну прежде всего это гражданин Российской Федерации, который состоит в саморегулированной организации арбитражных управляющих. Это обязательные условия, так ведь? Да, это обязательные условия, это предусмотрено законом. И это определение дается на федеральном законе о несостоятельности банкротства. Поэтому это очень серьезная, так сказать, фигура в делах о банкротстве. К арбитражным управляющим предъявляются очень высокие требования. Мы же, конечно, рассматриваем, что это лицо должно быть очень ответственным в соответствии с тем требованиям, которые необходимы для выполнения очень серьезной задачи, стоящей перед ним. Ну прежде всего это человек, имеющий высшее профессиональное образование, имеющий стаж руководящей работы или стаж в качестве стажировки в качестве арбитражного управляющего до двух лет, также который сдал профессиональный экзамен на возможность быть арбитражным управляющим, отсутствие наказания в виде дисквалификации и другие требования, которые прописаны в законе о несостоятельности банкротства. Все те требования, которые там прописаны, говорят о том, что это такая центральная фигура, на которую могут быть возложены очень ответственные решения по проведению процедуры банкротства. На сегодня у нас есть несколько стадий банкротства, это наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство. И на каждой этой стадии присутствует арбитражный управляющий, который обладает своими определенными функциями. И, соответственно, на это лицо, у него есть определенные права, также прописанные в законе, и обязанности, которые он обязан выполнять. Любовь Анатольевна, при инициировании банкротства предприятия должник, имеет право сам выбирать себе арбитражного управляющего? Ранее в законодательстве было предусмотрено, что у него была такая возможность, что при подаче заявлений он указывал конкретного управляющего. На сегодня такой возможности нет. Были внесены изменения в федеральный закон о несостоятельности банкротства, где процедура непосредственного указания фамилии, имя и отчества арбитражного управляющего уже не предусмотрена. Управляющий выбирается, так сказать, случайным образом. Это способствует процедура того, что перед тем, как обратиться с заявлением в арбитражный суд, должно быть подано уведомление Единый федеральный реестр о том, что предприятие входит в процедуру банкротства, и уже случайным образом на основании этого уведомления выбирается на саморегулируемые организации. То есть это значит, что влиять на ход процедуры банкротства предприятия должник не может? Во всяком случае, на сегодня это практически не получится у него. А кто влияет на выбор управляющего? Ну, на выбор управляющего, конечно, повлияют кредиторы, которые будут работать непосредственно с тем уже арбитражным управляющим, который назначит суд, определением суда. Вот здесь вот роль управляющего будет во многом, как говорится, зависеть от того, насколько он эффективно построит свою работу, и не откажется ли кредитор от его услуг, так скажем. Может ли кредитор самостоятельно, минуя арбитражного управляющего, оспаривать сделки должника по выводу имущества? Да, может оспаривать, если находится в внешнем управлении конкурсном производстве. 1 октября 2015 года вступил в силу закон о банкротстве физических лиц для владельцев и руководителей бизнеса, привлеченных к имущественной ответственности по налоговым долгам своих фирм. Он будет кстати. При каких условиях могут признать должника банкротом и списать долги? Марат Адипович, расскажете. Да, значит, банкротство граждан, к сожалению, у нас набирает обороты. И на сегодня 722 гражданина, включая индивидуальных предпринимателей, у нас в процедурах несостоятельности. Значит, что такое банкрот? То есть это неспособность рассчитаться со всей кредиторской задолженностью, которая утверждена судом. Ну и сегодня могу сказать, что банкротство физлица это гражданина, который имеет задолженность перед кредиторами в сумме более 500 тысяч рублей. Значит, и вследствие этого, так как он не может рассчитаться, инициируется заявление в суд кредиторами, значит, о признании данного гражданина банкротом. После принятия решения судом данное физлицо гражданина является банкротом. По закону, прежде чем начать процедуру банкротства, гражданин обязан предоставить сведения обо всех сделках по отчуждению имущества, то есть за какой период он должен предоставить, Любовь Анатольевна? Вся процедура, которая предусматривается по банкротству граждан, она прописана также в федеральном законе несостоятельности банкротства. Статья 213, которая из-под пунктами, в которых четко прописано, какие документы необходимо представить вместе с заявлением при обращении в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. В том числе, там есть пункт, по которому предусмотрено, что гражданин должен подтвердить наличие документов, подтверждающих его права на земельные участки, имущество какое-либо в его пользу находится. То есть он все должен подтвердить. Могут ли быть оспорены сделки, совершенные с супругом в отношении общей совместной собственности? Да, могут быть оспорены эти сделки, и период здесь предполагается даже до трех лет перед подачей заявления в суд. То есть схема с фиктивным разводом, разделом имущества или перерегистрироваться активов на близкого родственника помочь сократить имущество уже не смогут? Во всяком случае, на сегодня это не получается. Спасибо. На протяжении всей программы у нас работа электронного голосования банкротства предприятий. Что это? 41% посчитают, что это искусственная мера. Иван Николаевич, вам слово. Две темы очень сложные, на самом деле, для и восприятия, и для простого обывателя. Но они очень важны. Очень важны. И банкротство, как я уже в начале передачи сказал, очень важно сегодня отслеживать, именно выявлять признаки, причины банкротства, особенно крупных социально значимых предприятий. У нас очень много государственных предприятий. И здесь, безусловно, у нас есть соответствующие рабочие группы в правительстве по выявлению причин. И Федеральная налоговая служба помогает нам информационным ресурсам в плане того, чтобы информацию дает и налоговые задолженности, и так далее, и так далее. Спасибо. То есть мы будем продолжать работу в этом направлении, и тем более мы усилим наши меры. Наша программа подошла к концу. Я благодарю наших гостей за эту телевизионную встречу. Прощаю. Всего вам самого наилучшего. До скорых встреч на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова